Каждый год судмедэксперты региона проводят более 40 экспертиз по так называемым врачебным ошибкам и разбираются в сложных историях с некачественной помощью. Такая информация сегодня прозвучала на конференции, посвященной 50-летию создания ведомства. За последние годы в структуре произошло полное техперевооружение, что позволило значительно сократить сроки проведения экспертиз, а значит и облегчить жизнь органов дознания и следствия. Виктория Палкина разбиралась в тонкостях сложной терминологии. В этом кабинете распознают останки всех, кто так или иначе был найден на территории республики. За год проводится до полусотни сложных экспертиз. Тут и фотосовмещение производят, что позволяет уже безошибочно установить личность потеряшек. Технологии идут вперед. И вот уже задействован специальный микроскоп, который дает точные снимки еще и в 2D изображении. Если взять среднюю экспертизу, простую, один нож предполагаемое орудие, одна колото-резаная рана, которая явилась причиной смерти, раньше занимала где-то дня 2-3, в зависимости от, опять же, сложности. Сейчас можно сделать, в принципе, за один день все это. То есть сесть, сразу оформить и сразу сделать. В гистологическом отделении работают на клеточном уровне. У этих судмедэкспертов орлинное зрение. Правда, не от природы. Смотрим повреждения на микроскопическом уровне, который не виден невооруженным глазом. То есть без специальной техники, а техника у нас очень хорошая, вот непосредственно микроскоп и лейка. Соответственно, благодаря ней мы уже видим повреждения, нарушения какие-то, изменения вообще в структуре, в строении тканей, органов. Одно из основных направлений работы судмедэкспертов региона – травмы на производстве. Так, большой процент печальной статистики дают ЧП в шахтах, говорят врачи. И если раньше срабатывал человеческий фактор, ранения получали в состоянии алкогольного опьянения или по неосторожности, теперь выросла роль техногенных причин. Производственные травмы, они очень различные по своему характеру. Это и ожоговая травма может быть. Давайте вспомним недавний случай смерти пяти строителей, да, зимой буквально этой. Потом это может быть тупая травма тела, на ЛПК падение были, там лесов, например. Это может быть обваривание щелочью, например. Успевают врачи судмедэкспертизы еще и исследованиями заниматься. Так уже второй год здесь внедряют иммуногистохимический метод. Изучают и живые ткани в том числе. Могут, к примеру, определить разновидность рака, установить точные причины внезапных детских смертей. Правда, пока ноу-хау это дорогостоящие и шагают по региону недостаточными темпами.